здравствуйте мои дорогие друзья всем большое спасибо за поздравления недавно у меня был день рождения мне исполнилось 27 лет чувствую себя честно скажу как будто мне только-только исполнилось 18 если даже не меньше как вы видите шарики подчеркивают мое настроение и моя яркая такая разноцветная кофточка в общем да жизнь кипит бурлит все прекрасно и сегодня я хотела бы записать для вас такое небольшое личное видео где хотела бы ответить на вопрос который мне в последнее время часто задают как я пришла к тому чтобы стать стилистом как я начала интересоваться модой почему это я решила завести свой блог модный блог почему я решила завести свой youtube канал на тему моды в общем если вам интересно то продолжайте смотреть пожалуй самое большое недоумение вызывает у тех людей кто заглядывает на мой канал это мой внешний вид потому что он очень отличается от тех модных блогеров кого ну обычно видят там да вот то есть такая вкладочка похожие каналы то есть все кто ведут канал о моде они стараются одеваться модно по последним трендам рассказывают о последних трендах мода для меня это в первую очередь креатив это творчество одежду я воспринимаю я уже говорила вам об этом одном из прошлых видео одежда я воспринимаю как краски для художника то есть у меня большое количество разноцветной одежды мне конечно есть и черная одежда и для меня трендовость вещи вообще не имеет значения я очень люблю покупать одежду наоборот каких-то секонд-хендах люблю шить одежду люблю отличаться от массы хотя сейчас я как вы уже знаете живу в деревне тут конечно нужно немножко поскромнее одеваться так вот как я к этому пришла пожалуй самое первое мое воспоминание связанные вот модой какой-то одежкой это было одежда для моих кукол который мне шила мама я помню что ей она тогда работала в школе не приносили девчонки видимо школьницы ее ученицы журналы там знаете тогда на пике популярности были барби они только-только проникли в россию и были такие целые журналы с выкройками для кукол барби у меня как раз тогда было несколько штук и вот мама мне что-то шила что-то вязала в общем не все куколки барби были одеты в супер крутые наряды там были и шляпки и разные юбочки платьицы кофточки затем я помню что уже когда я поехала в детский лагерь мне мама клала одежды так чтобы я могла переодеваться по нескольку раз в день допустим днем пойти там в одном наряде грубо говоря до тихого часа потом после тихого часа в другом наряде еще вечером например как-то повязать красивый платочек и пойти в этом на дискотеку мне настолько это нравилось что кстати говоря до сих пор я могу допустим по три раза на дню поменять комплекты одежды потом в подростковом возрасте я уже стала задумываться о том что наверное я хотела бы быть дизайнером одежды а я помню что уже сама я брала какие-то тряпочки у нас у бабушки был целый такой мешок с тряпочками я брала какие-то пуговицы брала нет нитку с волкой и что-то пыталась на этих куколок шить сама вот так вот вручную тогда у меня появилась идея того что когда я вырасту то хочу пойти учиться на дизайнера одежды к слову на дизайнера я выучилась правда это не дизайн одежды хотя эта дисциплина у нас была и шить я позже научилась уже самостоятельно помню как в подростковом возрасте мне очень нравилось копошиться в старых старой одежде надевать какие-то старые мамины юбки в которых она ходила еще там в юности это было достаточно экстравагантно для нашего небольшого городка для нашего двора я помню что была такая юбка знаете аля цыганская она была красная из хлопка с белыми какими-то цветами вот я в ней ходила тогда я любила носить тоже я вам рассказывала например одну серьгу в одном ухе допустим это была круглая серьга такая кольцо помните носили в двухтысячных и в другой просто обычный гвоздик потом у меня как-то весь этот интерес исчез когда я стала годом когда я стала общаться с девчонками которые привели мне любовь к рок-музыке к рок-концертам я считала что мир одежды это вообще этот лен это очень интересно все изменилось когда я поступила в институт тоже девчонки показали мне что как бы мы девочки и что одежда это все очень интересно что менять гардероб делать его более модным что ли это очень классно и мне конечно это было интересно но все-таки я решил узнать побольше все о том как вообще надо одеваться узнавала все о цветотипах о типах фигур вообще вот полностью погрузилась в мир моды впитывала как губка всю информацию которая мне попадала буквально вот все все что только можно было прочитать и мне это настолько было интересно настолько я почувствовала что я преображаюсь настолько я почувствовала что мой внешний вид очень влияет на мою жизнь что он мне помогает как-то улучшать мою жизнь я захотела делиться этим с другими девчонками то есть тогда о профессии стилиста я не знала ее так вот не афишировали и тогда еще это сейчас у нас уже с вами куча школ стилистов куча всяких курсов тогда этого ничего не было и профессия стилист существовала только в больших городах но каким-то образом я вот о ней узнала но например свой внешний вид меня тогда все еще не устраивал чтобы называться стилистом так я стрёмненько выглядела для стилиста что одна девочка отговаривала свою подругу говорила что она что ты что посмотри какая-то наташа ксенчак стилист ты хочешь чтобы она проводила тебе ревизию гардероба ужас какой даже сама ужасно выглядит и что я первым делом сделала когда вы хотите объявить себя специалистом в чем-то ну и даже начинающим специалистом конечно вы размещаете объявление в соцсетях даете рекламу мне только можете я так и сделала и я конечно написала куча своих подружек что я вот провожу теперь такую услугу как ревизия гардероба и хочу потренироваться на них да как на кошках и мне написала одна моя подружка что она бы хотела узнать что это такое ревизия гардероба тем более она любит очень вещи она очень любит покупать одежду ну приходи ко мне но вся проблема была в том что она думала будто ревизия гардероба это так вот прийти посмотреть открыть шкафчик посмотреть что там находится обсудить ой я вот тут купила и там новые туфельки вот новые платьишки и все но нет это был вот принять же скачет было вот настоящее боевое крещение у нее столько шматья было так вот и после этого боевого крещения у меня как-то стали появляться клиентки сначала в моем родном городе потом и в нижнем новгороде и самым большим моим таким достижением на тот момент было то что меня пригласили подбирать комплект одежды для конкурса мисс сбербанк я подбирала платья подбирала обувь то есть полностью комплектовала девчонок создавала им вечерние образы тогда мне заплатили для меня это быть шикарные деньги 11000 я получила рублей за три дня точнее даже не за три дня а знаете я три дня ходил где-то на часа по три с ними чтобы вы понимали на тот момент я за один месяц получала ну около 8000 ты работаешь целый месяц за 8000 а тут за почти что 9 часов я получила 11000 я поняла что это дело реально прибыльная и стала этим заниматься до 2017 года я продолжала работать с персональным стилистом и ездила к девчонкам проводила ревизии гардероба кому-то я помогала создавать концепцию гардероба чтобы человек уже там сам шоу покупал вещи либо советовал шоперов то есть вот в таком режиме я работала параллельно у меня конечно была еще другая работа со временем нести листика вообще надоело мне стало очень скучно я решила открыть свой магазинчик одежды это был винтажный шоу-рум сначала он был в квартирном формате потом на пару месяцев я переехала в офис я находила одежду по своему вкусу на себе все это фотографировала потом ко мне приходили девчонки мы подбирали им одежду я их фотографировала мне все это безумно нравилось единственное меня утомляло постоянно сидеть с вещами искать эти вещи и подготавливать их вот это вот все мне очень сильно утомляло и как-то потом уже так как одежда была винтажная все-таки это связано с историей моды меня уже стала интересовать непосредственно история моды я стала зачитываться книгами александра васильева зачитывать с какими-то другими книгами о моде и я уже решила завести youtube канал о моде где я бы вот показывала непосредственно свой стиль быть в кадре в тех вещах которые мне нравятся как например вот эта винтажная блузочка из 80-х и носить свои любимые береты шляпки хотя когда я первый раз загружала подобный ролик вот тоже в беретке я была мне пришли комментарии о том что ты фэшн блогер ты не выглядишь как фэшн блогер фэшн блогеры они другие и если посмотреть самые первые видео на моем канале то вы можете заметить что там достаточно такая дерзкая дама и как-то немножко агрессивно себя веду а связано все как раз таки с тем что почему-то у нас считается что фэшн блогер это только тот кто одевается в тренд даже я завела вот этот вот youtube канал конечно поначалу я пыталась что-то делать как у других фэшн блогеров тоже давать какие-то советы рассказывать в принципе о том о чем и все только вот делать это своих таких ярких необычных нестандартных винтажных нарядах потом я просто поняла что на ю тубе очень мало образовательного контента о моде либо он есть но в каком-то формате который мне не очень интересно смотреть это какие-то очень длинные лекции по часу по 40 минут сейчас я не представляю о чем другом еще я могу вести youtube канал когда столько много интересных тем когда столько много например интересных людей о которых можно рассказать когда столько много интересных явлений когда в принципе очень мало людей кто рассказывает ну так скажем об обратной стороне моды например о том почему дизайнеры сейчас одевают мужчину в юбке каких трендов нам ждать сами в будущем как например и другие болезни повлияли на моду и вообще что существует ужасная мода которая калечит людей до сих пор продолжает калечить все это безумно интересно и поэтому на данный момент я вижу свою работу именно вот в русле ютуба образовательный такой контент я надеюсь что мой канал только-только начинает набирать обороты я надеюсь что вам интересно его смотреть конечно я постоянно работаю над тем чтобы делать свой контент интереснее хотя недавно мне звонили представители ютуба анализировали мой канал так как канал мне достаточно перспективный и вы знаете я должна огорчить своих подписчиков все-таки все-таки наверное мне как-то придется почаще делать ролики на тему модного приговора потому что эти ролики привлекают ко мне основную аудиторию вот такая моя личная история о том как я начала заниматься тем чем занимаюсь сейчас если вам понравилось это видео то я буду очень рада если поставить лайк если подпишетесь на мой канал ну а с вами была Наталья Ксенчак всем до встречи дорогие друзья пока